В Дагестане будут судить пятерых женщин за куплю-продажу ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Дагестан. Как установило следствие, в ноябре 2014 года в Избербаше 37-летняя местная жительница вместе с тремя своими знакомыми продала свою 6-летнюю дочь незнакомой женщине за 200 тысяч рублей. Когда об этом факте узнали полицейские, мама ребенка, чтобы уйти от уголовной ответственности, написала заявление о пропаже своей девочки. Теперь женщину вместе со участницами ожидает суд. Жители микрорайона в Махачкале забыли, что такое безопасность. Каждый день они вынуждены вступать в игру за выживание при переходе дороги. Люди просят оборудовать надземный пешеходный переход и установить светофоры. Причина в ДТП, которые на этом участке происходят регулярно. Ситуацию разбирала Зумруд Гамидова. Каждый день десятки жителей в районе магазина Киргу рискуют оказаться на больничной койке. Оживленную дорогу они пересекают как получится, лавируя между несущимися автомобилями. Нам же надо, мы каждый раз не можем идти сюда, держать ребенка в руках и переехать. Как в школе ребенок. В результате автонаезда Заграунчаева несколько лет назад потеряла внучку. Сейчас женщина опасается за жизнь остальных внуков. У меня внучка умерла в три года. Я забыла почти не счастлива, я осталась две внучки. Что я должна? Их тоже похоронить. До ближайшего перехода несколько сотен метров, что крайне неудобно для людей. В этом районе десятки домов. Сегодня жильцы вышли на трассу, чтобы обратиться к властям города. Махачкалинцы просят установить надземный переход. Мы хотим, чтобы нас лишили. Нас лишили. Помогите, пожалуйста, нам. Или открывать эту дорогу пешеходную, или сделать нам надземную дорогу. Мы хотим видеть, что толпа людей встретит, никогда не остановит. Нет никакого уважения. Нет безкультурья. Вроде бы Дагестан должен просветать, но у нас все-таки безкультурья. Неосознанные люди. Нет уважения. Пусть обратят на это внимание. Не придут. В каких условиях здесь живут. Если мы будем получать огромную зарплату, хотя бы 50 тысяч в месяц, мы сделаем. Но никто не получает такую сумму. О том, что в этом районе был когда-то пешеходный переход, напоминают лишь дорожные знаки. А зебра давно устерлась. Когда дорогу строили, нам сделали пешеходную дорогу. Это очень хорошо. И спасибо им большое. И потом нам сделали вот это пешеходную, чтобы проходить, переход сделали нам. А сейчас взяли, кто-то пришел и закрыли. А мы не знаем, почему ее закрыли. А сейчас нам приходится туда идти, напротив движения, с маленькими детьми. Сейчас они в школу пойдут. Они одни пойдут. Как они пойдут? Страдают не только взрослые, но и дети. Скоро начнется учебный год, и все дети ежедневно будут отправляться в учебные заведения. А чтобы добраться до необходимого места, горожанам приходится делать огромный круг до следующего светофора, который находится на очень отдаленном расстоянии. Здесь нет светофора. И ни один водитель не останавливает. Если даже один остановит, ребенок проходит, второй едет. Это просто невозможно. Нам нужно обязательно, чтобы делали надземный переход. Потому что и в школу ходят дети, и в садик ходят. Ну, просто невозможно переходить. Ситуация, когда несущиеся фуры не успевают перед переходом затормозить, здесь не редкость. Плотный трафик с объездной, отсутствие светофора, а потому сбитые пешеходы, травмы и каждодневная опасность для махачкалинцев. По рассказам горожан, там ежедневно происходят разного рода ЧП. Нам нужен надземный переход, так как это федеральная трасса, и очень перегруженная дорога бывает. Мы переживаем за своих детей, за своих близких. Вот перед вашим приездом здесь как раз на красный свет КамАЗ даже пролетел, он не смог остановиться. Потому что большегрузные машины, они разгоняются. Также и легковые машины разгоняются. Нам нужен надземный переход. Жертвы были до того, как эту дорогу сделали, жертвы были. Соседка погибла под колесом. Горожане надеются, что власти их услышат. И, возможно, в скором времени они будут переходить дорогу, не нарушая правил дорожного движения. Уже завтра стартует первый этап проведения единого госэкзамена. Следить за ходом проведения ЕГЭ будут волонтеры. Специально для этого сегодня в республику прибыли члены Корпуса общественных наблюдателей из Астрахани. На базе автодорожного колледжа с ними встретилась министр образования и науки Республики Дагестан Умпазиль Амарова. Патимат Муртазалеева продолжит тему. Большинство из членов Корпуса общественных наблюдателей на ЕГЭ уже имеют опыт работы в данной сфере. Среди ребят не только дагестанцы, но и гости из Астрахани. Они также будут контролировать ход проведения ЕГЭ. Анна Коноплева уже четвертый год своей жизни посвятила волонтерской деятельности. Из них три года она проводит в Республике Дагестан. Конечно, это, во-первых, государственная задача, которую ставит нам и Рособорнадзор, и аппарат президента Российской Федерации. Это задача, которая очень важна, и ее нужно очень качественно выполнить, потому что мы за справедливость, за честность, за то, чтобы достойные ребята прошли ЕГЭ. Основная функция ребят быть в пункте, являться глазами и ушами Рособорнадзора, отметил председатель Российского Союза молодежи. Также он напомнил ребятам о главной цели их прибытия и упомянул о важности строгого и своевременного выполнения своих обязательств. Я хочу поблагодарить за то, что Омбазиль нашла сегодня время и встретилась вместе с нами. Для нас, на самом деле, это очень важно. И вашим лицам я хочу поблагодарить всю вашу команду, которая сегодня здесь представлена. Организаторами был подчеркнут факт того, что подобная встреча проводится не в последний раз. Совсем недавно каждый из наблюдателей прошел через это испытание сам. Поэтому все они понимают важность своей деятельности. Патимат Муртазалиева, Зарифа Шабанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Самая дорогая квартира Махачкале сдается за 50 тысяч рублей в месяц. Аналитики риэлторских агентств составили рейтинг самого дорогого арендного жилья в регионах СКФО. По данным исследования, самая дорогая квартира в столице Дагестана имеет площадь 140 квадратных метров. Она оснащена современной техникой и в ней проведен евроремонт. Ежемесячная плата за жилье – 50 тысяч рублей. При этом самая дорогая квартира в СКФО в Пятигорске. Там за 240 квадратных метров жилого помещения арендатор должен платить 125 тысяч рублей в месяц. В ТОПе также есть квартиры Северной Осетии. Стоимость аренды – 70 тысяч рублей. И Чечни – 35 тысяч рублей за четырехкомнатную квартиру в Грозном. Абрикосы для дагестанцев больше, чем просто фрукт. Его сушат, делают варенье, компоты и даже вкусное лакомство урбеч из абрикосовых косточек. По мнению ученых, абрикосы являются символом долголетия. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Унцукульском районе Дагестана и узнала, как проходит сбор абрикосов. Этими солнечными лакомствами украшены все деревья. На верхушке находятся самые сладкие абрикосы. Это те, что находятся ближе к солнцу. Процесс сбора урожая достаточно трудоемкий. Приходится вот так залезть на дерево, либо использовать лестницу для того, чтобы добраться до самых высоких веток. Эти сады солнечными фруктами передаются тут по наследству. Местные садоводы продолжали из поколения в поколение ухаживать за садами, продавать абрикосы и на это жить. Ведь для жителей села это чуть ли не единственный источник доходов. Так, например, у бывшего инженера Расула свой абрикосовый рай на окраине села Майдановское с красивым панорамным видом. Основной вид деятельности в нашем регионе это садоводство. Других источников пополнения семейного бичоса здесь попросту нет. Нет. Природа подарила тебе вот такое прекрасное удовольствие. Природа сама. А эти деревья абрикосы, вы думаете, что растет где попало что ли? У почетного садовода абрикосовый сад на гектар земли. За сезон с этих садов можно получить не меньше 15 тонн урожая. По его словам, самому справляться было тяжело. А такие владения требуют особого ухода из года в год. За неимением дополнительной помощи инженеру-садоводу пришла идея соорудить собственный трактор для горных районов. Работа сама по себе, вы сами можете представить, это нелегкая работа. Это очень тяжелая работа. Практически невозможно было здесь вручную исправиться одному. У меня помощи совсем не было. Пришла идея как-то механизировать все это. Потому что трудно было все физически, вручную выполнять. Он отличный помощник по саду. На таком чудо-агрегате можно пахать, опрыскивать деревья и даже собирать урожай, поднявшись на лестницу. А еще перевозить за раз до шести ящиков абрикосов. На таком самодельном тракторе можно проделать немало работы по саду. Детали тут разные. Мотор от бетонной мешалки, коробка передачи зиловская, колеса и вовсе от разных машин. Самые популярные сорта абрикосов в Унсукульском районе – это шалах и краснощеки. В среднем одно дерево может дать до 500 килограмм плодов за сезон. Несмотря на весенние заморозки, майданские садоводы планируют собрать до 1000 тонн абрикосов. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Унсукульский район». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин